Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. 76-летняя пенсионерка рискует остаться без крова из-за проделок родного племянника. Аферисты умудряются завладеть жильем и оформить договоры опеки. Заместитель Акима области Ассулбек Дюсюбаев с очередным рабочим визитом побывал в Бухаржираусском районе. Управление по чрезвычайным ситуациям призывает всех жителей области к соблюдению мер противопожарной безопасности. В шахтерской столице участились случаи мошенничества в отношении чужой собственности. Аферисты умудряются завладеть жильем и оформить договоры опеки. Все это делается с согласием местных исполнительных органов, так как новые владельцы предоставляют им доказательства бесхозности жилья. К нам в редакцию обратилась одна из жертв такой истории. 76-летняя пенсионерка рискует остаться без крова из-за проделок родного племянника. Антонина Чеснокова унаследовала квартиру в Майкудыке от покойного супруга. Вступив в право собственности, она доверчиво отдала ключи от жилья родной сестре и ее сыну. Сама же все это время жила у дочери. Но коммунальные услуги оплачивала исправно. Только в прошлом году пенсионерка узнала о темных делах племянника. С ее слов, Дмитрий Егоров, несмотря на родственные узы, воспользовался ее отсутствием и оформил акт об опеке над квартирой. Это мошенничество называется. Я же ключи передала, я ключи отдала, а после этого он там жил, а после этого, значит, квартира брошена и побитые стекла. Как может так получиться? И почему Акимат подписывает такие вот документы? Адвокат пенсионерки Елена Попова утверждает, что такие случаи сейчас сплошь и рядом. А участились они из-за действий Акимов, которых наделили полномочиями признавать жилье бесхозным. Неблагочестивые граждане пытаются ввести в заблуждение чиновников и предоставляют им фиктивные акты о техническом состоянии квартиры. Таким образом, они добиваются опеки над жильем и пытаются переоформить документы на себя. Или он знал о том, что это квартира тети, но решил просто заселиться именно в ней? Нет, он не знал об этом. Это, скажем, один случай из стадок. На квартиру Чесноковой, как оказалось, претендует не только племянник. В судебные разбирательства вмешался и Акимат города. Чиновники, действующие от лица Акима Караганды, хотят отобрать жилье у Чесноковой и передать его в коммунальную собственность. Она, представляющая интересы ловкого племянника, показывать свои лица не захотели. При этом беззаконности в своих действиях они не признают. Следующее заседание состоится 19 ноября. Айамам Ленажа Сулама Кулбеков, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Первый заместитель Акима Карагандинской области побывал с рабочей поездкой в Бухаржиралском районе. В ходе рабочего визита Сулбек Дюсибаев посетил КУ Чекинский угольный разрез, где ознакомился с производительностью данного предприятия. Кроме того, побывал в нескольких объектах, где проводятся строительные работы. Более подробно в следующем материале. Производственная мощность угольного разреза в КУ Чек составляет 1 миллион тонн угля в год. За 2015 год предприятиям добыто больше 500 тысяч тонн угля. Выполнение годового плана оправдало все расчеты предприятия. Месторождение на сегодня обеспечивает работой около 600 человек. Техника у нас хорошая. У нас, скажем, густанов, у нас есть фирма «Азископка». Современное это оборудование. Эскаваторы у нас все в хорошем состоянии. Уже по 20, по 25 лет. Затем Асулбек Дюсибаев ознакомился с ходом строительства сельской врачебной амбулатории, строительство которого начались в июне 2015 года в рамках программы «Дорожная карта занятости-2020». Амбулатория рассчитана на 25 посещений в день, и в штате работают квалифицированные врачи с разными специальностями. Полное окончание данного строительства планируется к эксплуатации в начале следующего года. По программе «Саламаты Казахстан» предусматривается 222,6 млн. тенге. Это по исполнению бюджета. По итогам 10 месяцев текущего года доходная часть бюджета исполнена на 86,4% в году, при планном выполнении 83,3%. По состоянию на 1 ноября исполнение по доходной части бюджета составило 106,9%. Из сверх плана поступило 88,6 млн. тенге. Динамика поступлений по сравнению с логичным периодом прошлого года положительная. Также первый заместитель Акима области проконтролировал ход работ по строительству водопроводных сетей в рамках программы «Акпулак». В данный момент жители села Петровка пользуются индивидуальными скважинами. На сегодня проложено уже 24 км водопроводных сетей, установлено 173 колодца с люками и построено здание насосной станции. Реализация проекта позволит в будущем стопроцентно обеспечить питьевой водой всех жителей поселка. В этом году освоено 64 млн. А на следующий год? В этом году завершаем. А, все завершаем? Да, у них на этот год где-то порядка 120 млн. оставалось. А мы выделили, да, собственно? А в основном весь забрали. Забрали, а не доедали. Вот этим выполнили. Полностью. 6 млн. оставалось. Между тем, в поселке Ботакара Аслабек Тесиваев посетил вновь построенную казахскую среднюю школу на 464 места, где ознакомился с завершающими работами по внутренней отделке и установке оборудования пищеблока и мастерских. Строительства школы начались в июне 2014 года по заказу Управления строительства области. По завершении посещения объектов первый заместитель Акима области провел совещание об итогах социально-экономического развития района за последние 9 месяцев, где были рассмотрены все проблемные вопросы, по решению которых дан ряд конкретных поручений. Гульза Ацахвар, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. С начала отопительного сезона в домах частного сектора повышается риск пожарной безопасности. В областном департаменте по чрезвычайным ситуациям прошел брифинг, где обсуждались самые важные элементы нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и электрических устройств. Также были отмечены главные правила, которых надо соблюдать в ситуациях пожара. Материали от нашего корреспондента подробнее. По республике за текущий год от пожарных бедствий гибель людей выросла на 4%. От общего количества всевозможных пожаров 65% падает на жилой сектор. Со слов специалистов Управления по чрезвычайным случаям, больше пожаров по республике случается зачастую в отопительный период. Комитетом по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан проведен анализ пожаров за 10 месяцев текущего года. Только за 10 месяцев этого года в республике зарегистрировано 12 305 пожаров, материальный ущерб от которых состоял 3 млрд 517 млн тенге. И в огне погибло, к сожалению, 282 человека мы потеряли из-за пожаров по республике. В этом году в Карагандинской области насчитано больше полутора тысячи случаев возгорания, в которых пострадали 60 человек и 19 из них погибли. Среди них четверо маленьких детей. За 10 месяцев текущего года у нас на территории области произошло 1592 пожара. Материальный ущерб от пожаров составил свыше 162 млн тенге. В результате пожаров погибло 19 человек, получили травмы 65 человек. Как показывает статистика, наибольшее количество пожаров, порядка 70%, на территории области происходит в жилом секторе. В селе Кулайгир сгорел фельдшерско-акушерский пункт. Здесь во время пожара выгорело 320 квадратных метров площади. Это был самый сложный для пожарных подразделений очаг возгорания. Случай отравления угарным газом в жилом секторе на сегодня является одним из опасных факторов. За 2015 год в Карагандинской области произошло более 300 случаев отравления угарным газом. Погибли 3 человека. При этом большинство нарушений данных требований допускается населением уже изначально при устройстве печей. Так, из-за несоблюдения противопожарной разделки печей у нас произошло 69 пожаров. Из-за несоблюдения противопожарной отступки печей 42 пожара. И отсутствия притопочного металлического листа 18 случаев пожара. В результате отсутствия искрогасительных устройств зафиксировано 2 пожара. Среди причин приведших к пожару при эксплуатации печного отопления в основном фигурирует это перекаливание печей, складирование возле печи дров, других горючих материалов, сушка одежды. Управление по чрезвычайным ситуациям проводит агитационные работы в учебных заведениях по информированию необходимых действий во время пожара. Встречи с обществом нацелены призвать всех жителей области к соблюдению мер противопожарной безопасности. Профсоюзы области за круглым столом обсудили последние изменения в Трудовом кодексе Республики Казахстан. В новом законодательстве рассматриваются вопросы об отношениях работодателя с рабочим. На данном мероприятии, организованном профсоюзом, принимали участие ученые, члены правительственных и неправительственных организаций и общественные активисты. В Федерации профсоюза в новый закон было предложено больше ста изменений. По новому закону работодатель обязан заключить трудовой договор с рабочим сроком не менее двух лет. Если организация не будет перечислять положенные пенсионные износы рабочему, то им грозит штраф в виде 50% от общей суммы пенсионных отчислений. Данное мероприятие посвящено выходу в свет в ближайшем будущем нового трудового кодекса. И мы будем рассматривать такие моменты, как либерализация трудовых отношений. Это 83-й шаг, 100 шагов, 5-ти институциональных реформ нашего президента. И будем рассматривать как мировой опыт, так и опыт практики в нашей стране. Еще об одном новшеств. Работа сотрудников будет измеряться качеством выполненной работы. Со слов министра труда и социальной защиты Тамары Дуйсеновой, по Караганде отмечается рост по невыплате заработной платы. Если организация своевременно не будет платить, против них будут предприниматься меры наказания. Договор гласит, что рабочие имеют право выйти на митинг в защиту своих прав. В данное время новый закон отправлен на рассмотрение правительству. Новое законодательство особенно удобно для рабочих. Теперь они могут согласно закону защищать свои права, так как договор гарантирует защиту прав рабочих. По статистике в Казахстане работают 7 миллионов 200 тысяч человек. Из них 63% наемные и рабочие. В будущем отношение между работодателем и рабочим будет строго контролироваться, согласно новому трудовому кодексу. Диана Рамазанова, Толиген Рашидов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. Активисты нашего города презентовали новую книгу «Карагандинская область в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годы». В сборник вошли 310 документов, которые были собраны не только по окрестностям города, но далеко за его пределами. Сегодня в стенах Государственного архива Карагандинской области презентовали сборник, который передает всю сущность жизни шахтерской столицы в 1941-1945 годы. Посетили торжество представители государственной власти, партии Нур-Атан, ветераны войны и труженики тыла, а также почетные граждане Караганды. Узнать, что кроют в себе страницы книги, пришли и учащиеся Карагандинского государственного технического университета и ученые Каргу. Данный сборник подготовлен архивистами Государственного архива Карагандинской области и учеными Карагандинского государственного университета имени Букетова. Сборник состоит из более 310 документов за 1941-1945 годы, выявленных в областном архиве и отражающих вклад карагандинцев в дело победы на фронтах и в тылу. В сборник вошли фронтовые письма, документы, воспоминания самих фронтовиков из городов Балхаш, Жасказган, Каражал, Каркаролинск и Сатпаев. Наш город внес немалый вклад в приближение победы. Около 40 тысяч карагандинских солдат участвовали в боях в различных фронтах. 32 карагандинцы стали героями Советского Союза. По листам страницы книги можно узнать не только о трудовых буднях, но и о трагических нотах жизни карагандинцев. Немало усилий и времени приложили авторы, создавая книгу о вечной памяти героев. За это время было изучено более 50 архивных фондов, из них 50 – Карагандинского областного архива. В наш сборник вошли также материалы в Алматинских и Московских архивах. Сборник документов будет помощником для учащихся и педагогов. Сохраняя историческую память о поколении победителей. Будет способствовать ее укреплению патриотизма молодежи Казахстана. Асель Сазанбаева, Исламбекоспан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Врачи Казахстана предлагают ввести синтетический наркотик метадон в качестве лекарства против наркомании. С их слов, такую практику ввели уже во всех передовых странах мира. Для обсуждения данного вопроса они провели общественное слушание в шести городах страны. Сейчас агитационная группа добралась и до шахтерской столицы. Ежегодно в стране от пристрастия к наркотикам и ВИЧ-инфекции умирают около 7 тысяч человек. Сейчас в области зарегистрировано более 4 тысяч ВИЧ-инфицированных. И эти цифры, к сожалению, растут. Врачи отмечают, что метадон помогает безболезненно уменьшать пагубную страсть к наркотикам и вести правильный образ жизни. Метадон – это синтетический опиоид. Он является антагонистом героина. Единственная цель – несколько применение его в Казахстане за тем, что значительно уменьшается комбинальная преступность. Больной наркомании не ищет наркотик. Он приходит утром в наркодиспансер, получает свою дозу метадона. Или на работу идёт, или домой к себе идёт, или занимается чем-то трудом, в семье удерживается. На сегодняшний день метадон используется в более 70 странах мира. Цена годового курса лечения данным препаратом колеблется от 30 до 40 тысяч тенге. Однако, со слов организаторов слушаний, среди населения есть и противники препарата. Чтобы развеять их сомнения, навстречу приехал координатор по борьбе с наркотиками из Организации Объединённых Наций. В зависимости от наркотиков есть хроническое заболевание, которое должно лечиться методами, которые основаны на доказательной медицине. К сожалению, доступ к лечению и доступ к эффективным методам лечения в многих странах ещё недостаточно, в том числе и в Казахстане. На встрече присутствовали представители здравоохранения, депутаты парламента и иностранные гости. Результаты общественных слушаний будут направлены в министерство. Аймам Редна Исламбеку Спан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Погода на ближайшую неделю грозится быть вовсе неустойчивой. Из-за влияния западных и южных циклонов возможен гололёд и сильные порывы ветра. Территория нашей области находится под влиянием двух циклонов, из-за которых по югу нашей области прошли осадки смешанного характера и плюсовые температуры. Западный и южный циклон и будет формировать погоду на ближайшую неделю. Воздушные массы в ближайшую неделю мы ожидаем, что будут поступать с юго-запада и с запада. Поэтому погода будет крайне неустойчивой, с осадками, с гололёдными явлениями, местами метелями и усилением ветра до порыва до 15-20 метров в секунду. Низких температур вторжений холодных воздушных масс на ближайшую неделю мы не ожидаем. К другим новостям. Школьник из Караганды занял призовые места на Международной Олимпиаде в Анталии. Ученик 4-го класса гимназии номер 3 Ернар Шалгембай проявил свои знания в математике, заняв первое место и второе место по английскому языку. Гордо и уверенными шагами с медалями на груди вошел в родную школу Ернар Шалгембай. Ученик 4-го класса гимназии номер 3 прославил шахтерскую столицу на Международной Олимпиаде. Одноклассники и учителя встретили победителя бурными аплодисментами. Школьные наставники были безгранично рады и горды за своего ученика. Мы желаем, чтобы было светлое будущее. Мы все рады. Наша радость наполняет наши души. Все-все-все мы рады. Мы же сколько времени ждали его. И вот сегодня он пришел, мы его поздравили, весь класс поздравил. Все ребята рады. Дальше будет, чтобы светлая дорога у тебя была. В Анталию отправились ученики из 15-ти школ Казахстана. Родители Ернара отправили запрос на участие в Олимпиаде. Как оказалось, школьник силен в английском языке и в математике. Также ему нравятся такие предметы, как русский язык и изобразительное искусство. В будущем я хочу стать математиком. Хочу на всех Олимпиадах по этому предмету занимать первые места. Большое спасибо моим одноклассникам за то, что они меня так встретили. Еще в первом классе учитель Ернара заметила, что мальчик силен в математике. Во втором классе посоветовала родителям отправить ученика на Олимпиаду. Для Ернара нет ничего сложного в этом предмете. Лариса Хусейнова, Лжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В завершении выпуска еще об одном. Сегодня в клинике Гиппократ прошел день открытых дверей. Карагандинцы получили бесплатную консультацию у врачей-эндокринологов. Это не первая и не последняя акция добра от клиники Гиппократ. Сегодня все желающие смогли пройти бесплатную консультацию у эндокринолога. С 9 утра и до 4 вечера два специалиста принимали пациентов. Выслушивали жалобы, давали рекомендации, выписывали рецепты, назначали лечение. На прием приходили те, кто имеет проблемы с щитовидной железой, с лишним весом, сахарным диабетом. Специалисты клиники Гиппократ советуют ни в коем случае не откладывать поход к врачам, если имеются следующие симптомы. Снижение интереса к окружающему, вплоть до депрессии. В этом случае тоже мы можем подозревать патологию щитовидной железы. Но в любом случае, если появляются какие-либо отклонения в состоянии в общем самочувствии человека, обращение к врачу не лишнее. Помимо бесплатной консультации, пациенты в этот день получили 20-процентную скидку на дальнейшее обследование. Это не последний день открытых дверей в клинике Гиппократ. Врачи различных областей будут конец этого года и весь следующий проводить подобные мероприятия для горожан. В 2015 году и в 2016 весь год мы будем продолжать эти дни открытых дверей проводить. Каждый месяц у нас раз в месяц будет проводиться по той или иной патологии день открытых дверей. В следующем месяце в клинике Гиппократ вы сможете получить бесплатную консультацию у врачей-аллергологов. 15 декабря с 9 утра и до 4 вечера все желающие смогут получить рекомендации от специалистов в клинике Гиппократ. Амина Смакова, Толиген Рашидов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. О новостях на сегодня все. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова